привет вас ну что давайте еще сделаем одно видео про ссср знаете что самое интересное возможно вы смотрели на медни ну парфенова вот когда его показывали 90-е годы и и действительно очень много смотрели обсуждали и ну было интересно почему а потому что люди ну которые смотрели они жили в ссср сейчас но я думаю какая-то часть вообще не поймет про что он рассказывал не слов потому что парфенов ну как бы он рассказывал про то что все и так знали а многие не поймут и плюс ко всему мне что поражает что сейчас ну я понимаю что это все россия тогда что это все неправда как раз наоборот поколение отходит и по этой причине мифы ну я вам скажу советском союзе было довольно много мифов про царскую россию да 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 несмотря на то что пропаганда запрещали было еще больше мифов я еще было про сша ну американский фильм был очень мало ужасно мало но время терминии проскакивали вас французской было больше и представляете люди смотрят фильмы там с бельмондо примеру или там с кем еще французский фильм но пальчик и фильм выдумка а формируется такое мнение что ну да 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 наверное так и есть нет нет так что да действительно вот это же вот это как бы картинка чне написал это просто телеграме уже не помню нельзя и увидите просто я простой зума причем эти написала сэр не застал то есть по логике вещей пишет человек который ну как был сэр не жил или родился пойти у меня еще тоже интересная ситуация но как вы догадываетесь есть некие знакомы которые я от сэр хорошо знаю я спрошу год рождения 81 давайте разберемся значит сэр учесть до девяносто втором сколько тебе было лет минут сколько тебе было лет а еще больше не это был я просто убила когда тоже человек про ссср стану защищал рассказывал а я ж не мог же шейнгаре 1987 гениально то давайте но на ребенок ребенок был не я действительно мне сложно рассказать проведена сталина и не жил я родился у меня хрущева это причине хрущева конечно не помню ребята медицин но брежнева хорошо знает шикарно шикарно и так ну что ж давайте пробежимся я говорю что писал человек который не жил в ссср по этой причине он конечно в некоторые вопросы поставил довольно ну как бы так необычно 1 сколько в ссср стоил заказ доставки пиццы во-первых пиццы не было смотрите в ссср считали пиццу буржуазной вещью нет ребята ну не надо я понимаю что вы сейчас начнете имя горбачева вспоминать время горбачева пицца появилась но горбачев это не ссср горбачев пытался что-то сделать но ссср уже был мертвым пытался действительно хотел спасти ссср очень хотел и действительно вот уже тогда он говорит так же может давайте ну помните кооперации не не помните вот ссср и но чтобы правильно поняли горбачев вспомнил что когда-то хотел сделать косыгин приближнее и он решил ее реализовать идею косыгина но было поздно знаете вот ну когда умирает человек в реанимации бывает момент когда уже все уже не помню то же самое ссср уже был труп то есть горбачев когда пришел это уже был труп он пытался никак и тогда запустил разрешил кооперацию тогда появилась пицца а до этого пицца в ссср это было ругательство считалось что советский человек буржуазную пищу но это невозможно а вот доставка это вообще было невозможно не существовало такого сервиса доставка пиццы общение существовало доставка любой еды не существовало но первых за едой там же другая ситуация то чтобы достать еду вот понимаете сейчас слово выкинули что он это говорит ничего а тогда все выкинули в магазине выкинули колбасу выкинули сыр эти не купил быкин и до советские люди что называется предпринимали массу усилий чтобы достать элементарные очень некачественные продукты я работал пищевой промышленности ребята так что но ответить на этот вопрос невозможно пиццы не было и доставки но хотя для современную как это писать да не было буржуазная вещь дальше сколько сср стоило капучино на вынос опять же капучино и существовало несчастное слово ребята вообще это же слово капучино появилась даже не сразу 90 попозже и в начале если не знаю помните ли получили появилась пакетики пакеты растворимые потом уже действительно час капучино делать класс как кофейный это сам а тогда не делали вообще вообще во первых никто даже ни слова капучино не слышал вообще не слышал все а вот только сейчас как делать капучино ребята ну скажем так смотрите советском сути были местах где делали кофе да да ой верят это причем были места куда специально вы удивляетесь был момент киеве точечка куда и ездил попить кофе там было ну наверное не сильно воровали вот хорошо делали понимаете а в других местах были места прошивые действительно я вообще не знаю что там такое а тут было хороший там ты ехал причем не только я три тоже знали ехать классно ну хороший кофе был хороший ну по сравнению с темпл но капучино никто не делал вот даже название как такого не было экспресс и не экспресс опять же понимать к ситуация от кто-то с моих так но с которым вот такой кофе ребята ты вспоминаешь кофе потому что тогда его не было и по этой причине это чаши кофе тебе было чудо сейчас он везде есть ты капризничаешь вообще были момент когда кофе исчезала сейчас объясню почему советском сути большая часть валюты шла на армию армии 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 одну и помощь братским странам сколько денег потратили на эти всех бестолковых вы сами понимаете по этой причине были моменты когда кпсс цк кпсс принимал решение не тратить валюту на закупку кофе так как кофе в сезер не растет он исчезал чай еще кое-как грузистки было а с кофе действительно были моменты исчезала намерт были момент когда цены на кофе очень сильно повышали почему ну считалось что кофе это такая вещь неправильная и советские люди могут и компотиком но общей чтобы правильно поняли советские люди как правило чай тоже плохо пили хотя сейчас раз кого там самовара ребята не издевайтесь ванец к помните он говорил и самовар у них электрические и сам они помните были 3 самарами не пользовались просто они были очень неудачный плохо горели и тогда что ну понятно в чайнике грели но культа культа чая особого не было первых чай был паршинки грузинский чай ну анекдот опять видишь кофе начали анекдот как чай делится делится первый сорт второй сорт третий сорт и грузинский потому что там действительно в грузинском чае попадали спал серьезно это считалось и да действительно ситуация а чаще всего что варенье развели с водой это наиболее популярно напиток был серьезно понятно пивка так водочка это отдельно но если бы такие напитки капучино не было тем более на вынос вообще такого понимаете вот если кто-то в советском сузе рассказал про капучино что будет вот такое но ее приняли за сумасшедшего объясняю смотрите бывали случаи когда некоторые советские люди попадали за границу когда они рассказывали что в гдр никто не верил не верить понимаете потому что в глазах советских людей это было невозможно хотя что да и служили были но помать его человек ну человек приехал рассказы слушать ой-ой-ой а потом когда ходит так добрался человек не может понять что так жить можно по-нормальному не может такая ситуация сколько сердце стала горячая путевка пришел это же круто ну смотрите в сэр вообще путевку купить был нельзя их распределяли помните знаменитую песню же шефатинска он раньше был член местком а сейчас он бедный фабрикант член местком а но это так называли профсоюзы они распределяли коррупция была ужасная некоторые сильно злоупотребляли сильно там доходило и по этой причине когда он даже родители рассказывать что вот им купили родители вам умолчались сколько это им стоило и что они для этого сделать потому что ну понятное дело если папа была парторгом цеха или лучше парторгом завода да он приходил местом грудь не дать все но если это обычный работяга даже такая путевка как болгарии это была жуткая проблема но и больше всего было болгаре но была жуткая проблема причем было правило что но если человек хочет поехать за границу надо его проверить было виза на выезд сейчас таких с не существует на выезд то есть сначала человек заполняет анкеты было даже медицинской там будет вообще-то ситуация что надо было медицинское обследование так дальше и кгб проверял даже если в болгарии выделять знаете на всех случаях и могли не пустить то есть не выдать выездную визу да да такая ситуация причем есть еще со стороны одно а вот если в париж это вообще почти невозможно вообще очень мало советских людей было в капиталисты странах потому что вообще там ну скажем так вот примеру даже вас там родственники и тому подобное приглашение присылают кгб почитала нельзя почему нельзя нельзя все ну смотри какая ситуация во-первых действительно были случаи когда советские люди приезжали в той же париж и не возвращались это была такая пощечина знаете по этой причине вот вы много раз наверно слышали о том что некоторые артисты балета не возвращая были случаи моряки не возвращались причем это было ну вот знаете это было чп и по этой причине принцип был следующе лучше не пускать я когда там рассказывал давайте еще раз повторю ну вы знаете наверно знаете каспарова шахматист известный тогда же и был случай международный шахматный международный шахматный матч его пригласили а его не пустили вы не дали выездной визы почему ну там то есть они посчитаешь он как-то часто ездит как бы что чего не было и пустили чемпионат а там что получилось вот этот руководитель фиде фиде дашь шахмат а он был такой как бы друг ссср тогда что он напрямую звонит то ли брешнева то ли косы я уже не помню ну юрий так и так соревнования они громыка громыку позвонил министр страны дел ну вот понимаете это соревнования это самое то громыку звонит и и тогда каспаров поехал вот такой причем это же так что какой париж как путевка причем 5 что значит деньги во-первых очень дорого очень дорого говорит вот девушка понимаете тут какая была ситуация но болгарии еще более но была еще проблема поменять деньги понимаете просто так же нельзя было их поменять был лимит например если вы ехали в финлянде вы могли поменять 12 советских рублей нет я не шучу 12 советских рублей больше нельзя да там были аферы везли некоторые товары в основном конечно когда даже в болгарию ехали с целью притовариться перепродать тогда что есть экскурсия отдыхать это знаете в советского человека в голове как-то так не входят ехали на болгарию типа на пляж главная была цель затовариться здесь продать там затовариться там и заработать ужас какой там черт отдых идем дальше о сколько стоило ксерокопия а4 смотрите в сссср ксерокопии во первых не было сказать вот не было ксероксов не спорю но были участки множительной техники были специальные участки где действительно называли синька это но они действительно они все они были все синие и работе которые там работали у них руки были постоянно синие такая технология была очень допотопная так вот эти участки чтобы ты от если тебе на заводе ты его делаешь обязательно регистрируешь кгб там обязательно сотрудники кгб все проходят проверку кгб и время от времени кгб приезжало с шумоном боялись а что будет листовки выпускать не ну боялись тут будет множительная техника будут у нас даже сначале вы конечно не помните когда еще до пригорбачеве пригорбачеве но когда ксерокса начали завозить вот за границ и некоторые там уже начали покупать кгб пробежал говорит регистрировать и в действительном начале ксерокс надо было зарегистрировать кгб да да потом горбачев так что это да не было такого говорю что вот если бы нелегально копировали могли срок дать на эту голову отчиталось преступление чтобы прям сколько стоило строительство или покупка трехэтажного дома под ключ трехэтажного во первых начнем с конца советскому нельзя было строить двухэтажные дома вы наверно обратили внимание советские дома наверно обратили внимание дома и такая крыша ломаная это чтобы не было второй этажа нельзя было два этажа и вот люди придумали строить массандру как вторую крышу да да вот это такие проекты да там было еще ограничение по высоте по площади очень жестко по причине старые домики все обратили они маленькие ну потому что смотрите были случаи нет это не шучу это абсолютно реальный случай когда человек строил ходили перемиряли если было не так на было перестраивать нет я не шучу это серьезно это ну это было как бы преступление когда человек сделал не так да там были аферы как вы сами понимаете потому что всегда были более такие фатки и некоторые там под ней строили или некоторые строили очень высокий цоколь типа тоже подвал не считается опять же летнюю кухню она же как бы вроде бы не то такой ну а ситуация тоже конечно ну сейчас наверно я бы не усею это представить сейчас а раньше было но представьте директор завода ну понятное дело при том что директор завода он построил себе гараж двухэтажный насчет хороша ничего не было сказано то есть гараж и на втором этаже но там у него фактически что было комната отдыха камин на так дальше да 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 у него были немножко такие увлечения по женскому полу там приезжают слава это но такое было причем как вы догадывает он построил про это все знали жена тоже такое директор завода мог позволить а если вы пропотяга потому что тут вам бы сразу тапочками закидать нельзя 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 но ему можно причем построил бесплатно но рабочий чисто случайно построили насчет стоимость смотрите в советском союзе чтобы построить дом на сначала получаете участок это в очередь могли не дать вообще были такие населенные пункты где не выдавали участок не удивляйтесь там приятным причинам считалось режимный город или так дальше или площади но бывали такие не выдавали вообще вы сами понимаете вот провинция там сложновато было с жильем и там действительно раздавали участок да участок тебе дали то есть пять шестьсоток это поддачу шестьсоток под дом могли дать действительно 10 могли 20 там просто в разных регионах разная площадь но гектар бы никто не дал это факт но что эта земля ничто почему потому что все остальное надо доставать и доставать полу легально потому что сейчас вы пришли купили кирпич что такое было невозможно было понятие выписать то есть вы шли получали наряд ну позолотить ручку потом приходили на склад а клочек ну начальник который ничего нет нет кирпич лежит и ничего нет позолотил ручка потом естественно грузится кирпич золотишь ручка разгружается то есть там сити но вот эти вот взятки полу взятки ну советский союз там все взятка то же самое например вот тоже кирпич на заводе да вы можете взять но надо позолотить всем ручку да получите если не позолотите фиг получит потом другая ситуация привезли от кирпич все 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 давай понимаете но если умеете ложить кладку это хорошо если не умеете проблема советском союзе нельзя было за деньги работать на стройке это уголовная статья не людей сажали но бывали случаи когда человек каменщик вложил дом а там что называется где-то стукнули где-то отожгали дали срок 5 лет сидел почему потому что стал что советском случае человек должен работать на советской стройке за зарплату а если он строит дом это уже преступление да все говоришь он бесплатно работает ком сват так дальше то все проходило но понимаете техники нет условий нет и да действительно строили тяжело и почему у некоторых таки дома до потопа как молитвы отделка это вообще ужас материал а вот что касается техники насос но смотрите купить насос было вообще невозможно и они продавали насос вообще не продавали продажи не существовал до типа я собрал ну как украл на заводе или там дядя вася так он и делал так что давайте к ситуацию вы сейчас встречаете бывает советские домики и думать божьего божеств дал божеств а там жили ваши родители в этой божеств всю жизнь так что ситуация все бывает следующий вопрос сколько в сердце стояла пачка памперсов вообще не было я знаю что вы сейчас начнете рассказывать при Горбачеве вы просто понимаете какая ситуация Горбачев начал ну запустил импорт разрешал отменил эти визы на выезд вот я ездил что при Горбачеве при Горбачеве да можно было в Болгарию Польшу поехать не было выездных виз он отменил а при Брежневе никак никак и вот он Горбачев разрешил завозить импортный памперс и да в Советском Союзе они появились при Горбачеве опять Горбачев плохой Брежнев хороший мы все поняли а так их не существовало в Советском Союзе ну это действительно реально ситуацию у меня дети родились хороший подарок был это отрез на пеленке нет я не шучу абсолютно не шучу хорошая фланель да да порезали обстрочили и дети выросли на пеленке и действительно была практика нет но это вообще была нормальная ситуация ребенок что называется сделал свое дело постирали вынес повесил на веревочку и не только я то есть вот знать можно было сразу понятику маленький дичь пеленки серьезно это вся страна совершенно памперсов не было не памперсов да уже 90-е годы они стали более реальные и цена потому что первый памперс который завозили они были бриллиантовый а в ту же ситуацию памперс одноразовый советскому когда привозили вот памперс вот эти импортные они были многоразовые это абсурд они дырующие были нет я вам скажу так что в Советском Союзе презервативы были многоразовые не я не шучу в Советском Союзе презервативы мыли сушили еще раз использовали я не шучу но и зараза дорогущие были их было мало их нельзя купить а если попадались даже эти импортные ну вот самые классные ГДРовские были за мной их было сложно купить китайские были похуже советские это вообще ужас и да действительно если ты достал что-то такой импорт ну были французские но это вообще было если понимаете вот человек вот представьте себе если человек где-то по блату достал пачку французских гандонов презервативов ну там их трешил понимаете на него как на живого бога смотрели ну потому что в глазах советских людей ну бог бог потому что весь Советский Союз себе французский презерватив позволить не может а вот он смог понятное дело что не их стирал они что да смешно но это же советское я же говорю что у бога Советский Союз в этом-то и прослеживается по этой причине слава богу что он исчез ну и последний вопрос сколько стоило видеокассета с художественным фильмом Крестный отец или Мануэль или Звездные войны. Ну вот за Мануэль 5 лет. Нет, действительно, в Советском Союзе были случаи, когда людей садили в тюрьму. Ну, Мануэль считалась партографическим фильмом. Была уголовная статья и давали 5 лет. У него вообще есть история, когда человеку дали срок, он отсидел, потом уже в начале 90-х вернулся и видеть кинотеатр, там пока реклама типа Мануэль, ну что ж такое. А за эту видеокассету он отсидел. Ну, за Крестного отца срок бы не дали, но были большие скандалы. Звездные войны еще больше. Ну, смотрите, в Советском Союзе были советские кассеты, которые надо было покупать. Во-первых, их было мало. Да, это все доставали. Но, понимаете, вот это все, это же была контрабанда. И чтобы правильно было, было же 5-е отделение КГБ, которое боролось с такими нехорошими фильмами. И делают такие облавы. Это вообще интересная ситуация. Ну, смотрите, как вот. Настучали, что люди смотрят, там собралась компания, видимо, это фон, и смотрят там Крестного отца. Стукнули. Ну, вот это же беда Советского Союза, стукачество. Нет, стукачей было жутко много. Ну, что делают КГБисты? Они поддерживают, отключают свет во всем доме. Ну, про желание, точнее, сложно. И для чего отключают? Чтобы кассета застряла, видимо, это фон. Естественно, приходят, как положено, там, откройте, и так дальше. И, так как кассета застряла, ее вынимают, акт пишут, и задают вопрос, где взял? Нашел? Ну, хорошо, нашел. Почему? Пропагандирую, ну, то есть, она же как бы антисоветская и так дальше. И все, и дальше можно человеком приставать. Ну, говорю, закрылся надцам не посадили, но с работы могли тронуть. Если член партии могли по всей строгости. Ну, вообще, говорить, конечно, смешно за видеокассету, да, но в России скоро такое будет, ребята. Вы же сами видите, что там уже такая репрессия идут, ну, уже не видеокассета, там, социальные сети. Да, в России будет такая ситуация, как в СССР, что даже люди будут бояться родственникам что-то как-то говорить. Вот понимаете, какая ситуация насчет СССР. Вот время и время говорить, вот мне там бабушка, дедушка рассказывали. Ребята, ну, смотрите, во-первых, в СССР было железное правило. Детям ничего лишнего не говорить. Не дай Боже, взболтнет в школе. Ну, банально, нет, вы будете смеяться, но такие случаи были, когда, к примеру, родители достали импортный видеометафон. Да, это незаконно. Ну, по сблату и так дальше. И ребенок ляпнул в школе. Ничего, ну, может, если учительница, а там получилось, что зауч, ну, зауч, написал, куда надо. И, естественно, пришли и задали вопрос, откуда ты достал эту вещь, советский инженер, при твоей зарплате, где? Ну, если купил комиссионки, вопросов нет, покажи чек с комиссионкой, а там не было чек с комиссионкой. И хорошо, что закончилось только уголовное дело, заплатил штраф довольно большой. А могли посадить. Вот, ребенок ляпнул. По этой причине, очень часто, когда вам рассказывают про, ну, вот, вот, а родители, ну, не могли вам родители рассказать, сколько они дали на лапу, чтобы вы поехали в пеневский лагерь. Не могли. На всяк случай. Не могли родители рассказать, что им стоило получить квартиру. На всяк случай. Ну, вы ляпните, что-то, ну, будет неприятность. Ну, зачем? Не могли рассказать вам правду, ну, когда вы задаете вопрос, а почему это такое? Ну, лучше, чтобы не было. И вот это да, типа, этой причине даже сейчас, очень старые люди как бы любят, что вот, вот, в СССР было так хорошо, ну, чего ж ты тогда врешь все? Я на всяк случай вру. Кто его знает? А может, кто прослушивает? Да, вот это вот осталось. Когда человек про СССР рассказывает чушь, глупость, врет, а если кто, знаете, кэбов нет, а если там кто-то что-то скажет? Да, такая ситуация. Так что, вот такое получилось видео. Ну, теперь можете там пообсуждать, порассказывать. Еще раз говорю, смотрите, СССР развалился, потому что это историческая ошибка. Его создали на штыках, он и развалился. И когда Горбачев пришел, там уже был труп. Ну, вообще, по большому счету, прибрежнев, он уже фактически развалился. По этой причине, тоже там пытался Андрополу, там это все. И Горбачев пытался спасти. Я еще раз говорю, Горбачев попытался провести те реформы, которые в свое время, ну, говорит, Дэн Циопин. Ну, вот, помните, ситуация. Касаин предлагал приблизительно, ну, что-то сделать такое, то, что, но, я много раз говорю, почему не сработало. Войди, в чем была прелесть Дэн Циопина. Когда он в Китае, ну, начал эти реформы, в Китае очень много еще жило людей, которые помнили капитализм. Да. Ну, в Китае вообще, по большому счету, коммунисты власть захватили в 49-м, но, ну, как бы подбирали все предприятия, так только в 55-м. А когда Дэн Циопин это все начинал, ну, это было, в 70-е, ну, 80-е. И получилась какая ситуация, что большое количество бывших собственников, они были еще живы. Несерьезно. Кулаков, да, все это было. И по этой причине, когда он отменил колхозы, ну, они там назывались кооперативы, то кулаки, вот эти китайские кулаки, ну, они были живы, их не расстреляли, там тоже такая интересная. Вот, их вообще, интересно, их перевоспитывали, но не расстреливали. И получилось, что эти вот китайские кулаки, помещики, капиталисты, а Дэн Циопин говорит, давай, работайте, разрешай. И он, хоп, опыт, знания сработал. А у нас получилось как, что, ну, понимаете как, Коцин, когда-то сам работал в кооперации, еще в 20-30-х годах, НЭП, во времена НЭПа, и он видел, как это работает. и он, ну, уже в 70-х годах, предлагал, ну, он фактически предлагал в 70-х годах вернуться к НЭПу. Ну, там, Брешни, Суслов, то есть, ну, не захотели, все, не, ничего не надо, все хорошо. А Горбачев решил это сделать. То есть, он взял эти реформы. Ну, понимаете, что получилось? Кулаков же у нас нет. Во-первых, поумирали, порастреливали, помещиков тоже не осталось, капиталистов нет. То есть, понимаете, слишком длительный срок. И получилась ситуация, вот эти кооперативщики, понимаете, вот кто были кооперативщики, вот тоже интересная ситуация. Ведь это же были члены коммунистической партии, комсомольцы. Такие, да. И говорит, ну, они же, да, они занимались, но они делали так, как они считали. Ну, понятно, что ничего от того уже не осталось. И по этой причине он пытался спасти. Но, сказали у Морх, значит, Морх, и Советский Союз, Сборх и Советский Союз. Ну, а сейчас Путин пытается опять сделать. Ну, какое убожество Россия. Это ужасно. Ужасно. Такая хорошая страна. И такое жалкое убожество. Что это есть? Все. Пишите комментарии. Пока.